В Тольятти арестован вероятно убийца-школьница, вице-чемпионки России по плаванию среди юниоров. По версии следствия, с девушкой расправился ее знакомый. Что известно о мотивах преступления? Из Самарской области репортаж Руслана Бекбулатова. В школе Олимпийского резерва Олимп объявлен траур. К портрету 16-летней Софии весь день приносят цветы. И те, кто знал девочку лично, и даже незнакомые люди. Здесь она занималась плаванием, получила разряд мастера спорта, побеждала на первенствах России и день за днем шла к своей мечте. Мы находимся с вами ухода на пустырь, где было обнаружено тело несовершеннолетней, 16-летней девочки. Пройдемте дальше и метров через 100 окажемся на месте совершения преступления. Тело школьницы нашли ее родственники. Тревогу забили в тот момент, когда София задержалась на вечерней прогулке, а телефон перестал отвечать. На месте совершения преступления была обнаружена девушка с множественными колото-резанными ранениями, повлекшими смертью. На теле потерпевшей насчитали свыше 30 колото-резанных ранений. Подозреваемый в убийстве был задержан на следующий день. Ему всего 16, а он в наручниках и под конвоем. В целях его же безопасности в зал суда юношу ввели в окружение шестерых вооруженных сотрудников. Якобы он давний знакомый Софии, учился в соседней школе и тоже занимался плаванием. По предварительной версии на преступление его толкнули безответные чувства. Объяснить ситуацию могли бы родители школьника, но от общения с прессой они отказались. Не до вас. Трагедия в обоих семьях не надо. На допросе у следователя юноша признал вину частично. По его словам, он нанес лишь несколько ударов ножом. Здание суда, в котором избрали меру пресечения, от места преступления разделяет дорога. Кроме того, рядом с этим пустырем находятся еще сразу два здания прокуратуры, городская администрация, казначейство и дом, в котором проживала убитая девушка, тоже находятся отсюда в шаговой доступности. Ближайшие два месяца подозреваемый в убийстве проведет в следственном изоляторе. На момент преступления он не достиг совершеннолетия. А значит суд, если вина будет доказана, сможет приговорить его к 2-3 заключения от максимального срока. Руслан Бекбулатов, Дмитрий Черкасов, Александр Баженов, Сергей Бондаренко, Татьяна Прокуратова. Вести. Дежурная часть. Самарская область.